Новый материал, который немало аналогов в свете, створили в ученые Белорусского государственного университета транспорта. Его будут вырабатывать чагуночные рейки. Некольки сезонов в опытные узоры проходили разностранные вы пробования. Их выники уразили даже самих выноходников. Под обязанностью у Марины Северьяновой. Моника, именно такое имя, отрывает уникальный конструкционный материал, с которого методом лететь можно вырабатывать чагуночные рейки. Незвычайная назва утворена с первых литр трех химических элементов. Это молибден, никель и купрум. А начиналось все с заказу новоковцам Белорусского государственного университета транспорта на створении трывалого материала для сельско-господарской техники. Отриманный материал занял свое место помеж чагуном и сталью. И оказался настолько сносустойливым, что пришла идея попробовать створить с его рейки. Нам в лаборатории был получен новый высокопрочный чагун и получен на него соответствующий патент. Например, стоит сказать, что при получении патента сопоставлялись американские и английские марки чагуна. Но это наша была уникальная. Уникальность чагуна состояла в том, что была получена такая необычная характеристика. При высокой прочности этот чагун сохранял достаточно пластичность, которая не характерна для обычных высокопрочных чагунов. Например, в гостях, которые на данный момент существуют, наибольшая прочность чагуна – это 1000 мя паскалей. Мы же получили 1500. Уже 100 гаду у рейки вырабляют минавита со стали. Леж чагун, окроме іншого, володая широком важных уластивостей, которые делают его лучше, чем сталь. Это самозмазывальность, пыглынание удару и сопротивление стомленности. Лабораторные доследования этих характеристик были подтверждены практично. На протягу некоторых сезонов рейки проходили эксплуатационные выпробования на белорусской чагунце. У планах организовать больше фундаментальные доследования в Москве. Але с початку треба вырабить необходимую колькость рейк. Там 6-километровый круг, и по нему постоянно едут поезда и нарабатывают до 150 миллионов тонн, пропускают тоннаж. Ну а в год на нашей белорусской дороге в 10 раз этот меньше. Поэтому там можно получить более высокий и быстрее результат. До речи керавництва российской чагунки зацекавлено не только у проведения выпробований у рейек, але и у набыти. Наприклад, только на их смазывание суседняя краина, что год тратить каля 15 миллиардов рублей. А чагунные смазывать не треба. А кроме того, литё больше простое, чем прокат сталёвых и значно тоннейший способ вытворчасти. Эскизный проект мы нарисовали, и теперь ищем, кто может сделать. Конечно, это под силу только государству. Такому, как Беларусь, трудно. А вот такому, как Россия или Китай, это легко. Но технология остаётся наша, приоритет остаётся наш. И если кто-то будет производить такие рельсы, то это по беларуской технологии. Мы удерживаем здесь приоритет. Кожный год Беларусь тратит 37 миллионов евро на покупку новых рейек. Одна тонна каштует тысячу долларов. Чакается, что выработ рейек с нового высокотрывалого чагуна будет на полову тоннейший, чем со стали. По словах новоколцев, навод за 10-процентную экономию есть сенс смагаться. А 50% – это соправдный экономичный прорыв. А кроме того, с нового материала можно отримливать профили, которые будут использоваться в строительстве.